В Министерстве энергетики России отрицают, что существует риск резкого повышения розничных цен на автомобильное топливо в регионах Дальневосточного федерального округа, ДЕФ. В ведомстве говорят, что объективных причин для таких процессов в настоящее время нет, поскольку маржинальность автозаправочных станций в России в несколько раз превышает показатель 2021 года. На данный момент АЗС сформировали воловую оптово-розничную маржу, которая в несколько раз выше уровня аналогичного периода 2021 года. При этом внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме. Таким образом, объективных причин для роста розничных цен на топливо в ДЕФ нет, цитирует представителя Минэнерго агентства ТАСС. В ночь на 15 августа газета «Известия» написала, что из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок топлива уже в сентябре в ДЕФ цены на бензин и дистоплива могут вырасти на 3-4%. В прогнозе ресурс ссылался на мнение первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрия Федорова. Ранее сообщалось, что уже в начале июня исчерпался лимит бюджетных средств. Для предоставления субсидий на железнодорожную перевозку топлива на Дальний Восток в 2022 году, замглавы Минфина России Алексей Сазанов ранее говорил, что выплаты субсидий для перевозки топлива могут осуществляться из резервного фонда правительства. Но пока решения нет, и министерство ждет от Минэнерго соответствующих расчетов. Субсидия распространяется на моторное топливо класса Евро-5, в том числе бензин марок АИ-92, АИ-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин в размере 4000 рублей на одну тонну топлива. Сейчас до 50% всего потребляемого в ДЕФ топлива поступает по железной дороге от НПЗ из Сибирского федерального округа и Центра России. Субсидия действует для всех отправлений, оформленных с 31 января 2022 года, и работает исключительно для потребителей внутреннего рынка. На новую субсидию в федеральном бюджете предварительно заложено 9,8 миллиарда рублей в 2022 году, 8,9 миллиарда в 2023 и 8,3 миллиарда рублей в 2024. В состав ДЕФ входят 11 регионов – Приморский, Хабаровский, Забайкальский и Камчатский края, Сахалинская, Магаданская и Амурская области, Бурятия, Якутия, Чукотский АО и Еврейская АО. Напомним, в начале 2021 года регионы Дальнего Востока столкнулись с нехваткой бензина на АЗС, причиной послужила внеплановая остановка Хабаровского НПЗ, кризис тогда длился больше недели.